Всем привет! С вами канал Космостар. Далеко не все современные актеры заслуживают зрительского уважения, ведь многим из них плевать на то, как будет выглядеть итоговая кинокартина, или же, какое впечатление они оставят после спектакля. Культура не имеет для них значения, главное, это деньги. Но все же в нашей стране еще остались порядочные, честные и талантливые артисты, которыми искренне хочется гордиться. Виктор Раков, наш сегодняшний герой, как раз, таки является таким актером. Он никогда не берется за постыдные роли, тщательно изучает сценарии фильмов, в которых ему предстоит сыграть, не участвует в скандалах, пытаясь привлечь к себе внимание. В отличие от большинства коллег. Помимо съемок в кино и выступлений в театре, он прекрасно поет. А также Виктор Раков, примерный семьянин, который воспитал двух родных детей и усыновил больного мальчика. В нашем сегодняшнем выпуске вы узнаете подробно, с какими трудностями в жизни столкнулся актер и как сложилась его судьба. Родители Виктора Ракова трудились на столичном заводе «Молния», а после работы они садились на кухне и, как по традиции, начинали петь. Благодаря таким счастливым моментам, наш герой всем сердцем полюбил музыку и уже в школьные годы серьезно задумался о карьере певца. Однако с возрастом его любовь к музыке угасла. Дело в том, что он нашел новое увлечение – дзюдо. Парень неоднократно занимал первые места на юношеских соревнованиях, и эти победы мотивировали его стать профессиональным спортсменом. Сложно представить, как сложилась бы его жизнь, если бы он на последнем году обучения в школе не влюбился в свою одноклассницу, посещающую театральную студию. Пытаясь сблизиться с одноклассницей, Виктор Раков тоже записался в актерскую студию. Взаимной любви он так и не добился, но зато наконец определился со своей будущей профессией. Первая попытка поступления в театральный вуз была провальной. Тогда парень устроился монтажником на завод, а спустя год снова попытался поступить в желанный институт, и на этот раз удача ему улыбнулась. После получения диплома Виктор вступил в театр имени Линкома, которым руководил именитый режиссер и артист Марк Захаров. Кстати, славу наш герой обрел, когда сыграл в фильме «Убить дракона», снятым его руководителем. В 90-е годы многие актеры потеряли работу, ну а Виктор Раков, наоборот, в то время был очень востребованным. Он сыграл главную роль в культовом сериале «Петербургские тайны», а также появился в фильмах «Любить по-русски», «Мастер и Маргарита» и «Убойная сила». В тех же 90-х он вспомнил о том, как в детстве ему нравилось петь, и организовал свой первый музыкальный концерт, на котором исполнял песни Яна Френкеля. С тех пор Виктор Раков периодически выступает на сцене, как певец. Еще стоит упомянуть, что его голосом на протяжении 10 лет озвучивались анонсы «Кинокартин» и телепередач на канале ТВ «Центр». Обучаясь на втором курсе театрального института, у Виктора Ракова был роман с однокурсницей Ольгой Илюхиной. Уже через год влюбленные официально оформили отношения, и вскоре у них родился сын Боря. Актер безумно сильно любил свою семью и был готов пожертвовать ради нее всем, но спустя пять лет брака ему пришлось навсегда расстаться со своей женой. По его словам, супруга призналась ему в неоднократных тайных изменах. Раков незамедлительно подал на развод и пристрастился к выпивке, пытаясь забыть о предательстве. К счастью, через пару лет он нашел женщину, которая смогла вытащить его из постоянных запоев. Этой женщиной оказалась психолог Людмила, которой наш герой обратился за помощью. После одного из сеансов, Виктор Раков пригласил ее на свидание, а через несколько месяцев уже готовился сыграть с ней свадьбу. В 1991 году их счастливую семью пополнила дочка Аня, а 13 лет назад супруги усыновили из детского дома двухлетнего ребенка, мальчика Данилов, у которого с рождения были серьезные проблемы со здоровьем. Приемные родители потратили немало сил и сбережений, чтобы поставить его на ноги. Сейчас он чувствует себя хорошо, правда до конца он так и не вылечился. У первенца Виктора Ракова, Бориса, тоже есть серьезный недуг. Из-за проблем с почками ему пришлось сделать более десяти тяжелых операций. Более десяти лет Виктор Викторович живет с семьей в дачном домике на берегу озера. В интервью он рассказывал, что с юных лет мечтал жить в деревне. У актера есть большой огород, за которым он любил ухаживать, но недавно он получил травму спины и теперь заниматься физическим трудом ему противопоказано. Так или иначе у Виктора Викторовича есть другие увлечения. Он построил мастерскую, где занимается гончарным делом, а также он рисует картины. К слову, некоторые из его картин, украшают столичные музеи, например, дом, музей Ермоловой. Несмотря на то, что актер уже давно переехал из Москвы, он до сих пор активно снимается в фильмах.